Друзья, приветствую! Сергей из Москвы прислал посылку с образцами масла S.O.L.7, RED номер 9, 5.30, с новейшим допуском SP и ELSAC GF6A. Масло использовалось в Kia Cerato II с 2-литровым G4KD, 150 сил. Пробег на масле практически 11 тысяч километров, 198 моточасов. Был долив масла, ну и, естественно, сами баночки. Свежая отработка. Сейчас я вскрою, покажу. Так, к сожалению, баночки не подписаны, немножко протекли, поэтому сейчас почищу, подпишу и можно будет приступать к созданию талона. Так, вот я подписал. Первым делом, естественно, я обновлю спектр. Посмотрим, что намерит прибор, подкорректирую и можно будет уже приступать к проверке и отработке. Так, прибор начинает измерять спектр. Сейчас покажу вам спектрограмму. Так, вот такая спектрограмма. Ну, истеров здесь не видно. Хотя я сейчас увеличу этот диапазон. Да, вот видите, нету здесь 0,05 всего уровень. Поэтому показания должны быть достаточно точные, без погрешности. Далее выбираю это масло. Вот оно у нас, SP. Далее пункты, по которым анализироваться будет масло, лимиты. И посмотрите, что прибор намерил. Противоизносных присадок 48%. Да, очень похоже на SP, на энергосберегающие вот эти допуски, в которых пониженное содержание фосфора, цинка, особенно фосфор, который негативно влияет на катализаторы. Выставляю этот уровень как 100%. И что намерил прибор по кислотному и щелочному. Кислотное достаточно низкое, тоже соответствует энергосберегающему допуску. 1,37 и щелочное 5,2. Но щелочное прилично, на мой взгляд, занижено. Значит, я стал думать, посмотрел на одном известном ресурсе. В масле есть магний. Естественно, магний это металл щелочной. Прибор металл не может определить. Для этого нужен другой метод. Поэтому я в дальнейшем дам перерасчет, скажем так, с учетом, примерно, наличия магния. Так, значит, я уже озвучил. Средняя высокая скорость 55,1 использовалась «Газпромнефть» и «Роснефть» 95. И было далито 800 мл масла. Так, все заложил я. Сейчас прибор померит. И давайте посмотрим, что намерит вообще прибор. 85% по противоизносным присадкам. Очень высокий уровень, ну не очень, высокий уровень нитрования оксида азота. Сильно в два раза наросло кислотное, достаточно быстрая. Ну и вообще провалилось полностью щелочное. Так, значит, по саже 0,02, нормальный уровень. Ну, на трассе чаще всего сажи немного, потому что хорошо разогретый мотор. И, естественно, лучший процесс сгорания происходит. Так, 676 ppm воды. Нормально. Так. Сохраняю данные. Сейчас давайте посмотрим, что произошло с отработкой. Потом прогноз и потом обещанный перерасчет, скажем так, с учетом магния. Так. Свежая отработка. В принципе, на такой скорости не должно быть каких-то сильных изменений. Но, тем не менее, видите, да, изменения есть. 19% из 100 разжижения. Небольшое, но, тем не менее, оно есть. Вот. Так. Далее. Не забывайте, кстати, отметить видео. Палец вверх, палец вниз. Подписаться, кто не подписался. Отписаться, кто не отписался. Ну, и колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить уведомления. Ну, и посмотрите, вот такой у меня получился прогноз. Прогноз, конечно, полный завал. Значит, с учетом магния не стоит прям концентрироваться на кислотном щелочном. Моющем нейтрализующих свойствах. Стоит обратить внимание, важный момент, на нитрование. Посмотрите, 208 моточасов по нитрованию. У исправного работающего мотора, вот так по опыту, по показателям, это значение примерно от 400 до 500 моточасов. Это я про бензиновые моторы говорю. Вот здесь явно завалено. То есть, нитрование это у нас воздушный фильтр, катализатор, картерные газы. С учетом доливки, я думаю, что здесь, скорее всего, третья картерные газы, но, возможно, еще и воздушный фильтр. Да, кстати, вот вчера я проверял масло. Два разных образца из одного автомобиля. И с помощью двух проверок мы выявили контрафактный фильтр. Фильтр очень сильно может повлиять на ресурс масла. Ну и смотрите, вот такая табличка. Значит, верхняя строка щелочной и кислотной, ТБН и ТАН. Значит, то, что намерил прибор 5,2. Отнимаем кислотное от щелочного. Получаем, значит, зазор в дельту между двумя значениями 3,83. С учетом магния и с учетом разницы в ГОСТе для свежего и для отработки, я думаю, что примерно должно было быть 6. И такое же кислотное. То есть, если допустить, что здесь магний, и он не посчитан, скажем так, в щелочную, то значение было бы 4,63. Значит, далее третья строка. 129 прогноз моточасов мы делим на 3,83. У нас получается 33,68 моточаса на одну единицу дельты. И это значение, 33,63, мы умножаем на 4,63 с учетом магния дельту. И получаем, что в этом моторе примерно масло могло отходить 156 моточасов. То есть, понимаете, магний невозможно было посчитать. Но если учесть, что в принципе все более-менее равномерно срабатывается, то я бы сказал, что здесь ресурс масла в этом моторе, в этих условиях 156 моточасов. Но я считаю, что заслуга мотора в том, что он замордовал ускоренно масло. То есть, здесь мотор внес большую лепту с учетом, вот видите, доливка. А как доливка? Тут доливка тоже открытый вопрос. Что он съел сначала, ну, как бы разницу на щупе, грубо говоря, между максимумом и минимумом. И потом еще долили 800. А сколько на момент забора осталось там? Ну, то есть, фактически, сколько мотор съел? То есть, если мотор ест масло, скорее всего, мы имеем дело с прорывом картерных газов. Соответственно, запас у масла очень слабый. Масло слабое, на мой взгляд. То есть, ну, это экология. Тут такой допуск минимальные зазоры. Оно и стоит, как бы, недорого. Там 2,500, по-моему, за 4-х литровую канистру. Но и по моющим нейтрализующим свойствам я считаю, что масло слабое достаточно. Вот поэтому вот эти картерные газы, особенно на высокой скорости, там и повышенный разогрев масла в двигателе, плюс прорыв газов. И все это повлияло на то, что масло прикончилось достаточно быстро. Ну, вот мое такое мнение. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Сергея, благодарю за предоставленные образцы и поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.